ШАЛОМ! Вы слушаете горячий, но сухой, как хамсин подкаст. Чего там евреев? Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдорг, Маша Литвин. Привет. Привет. Так, сегодня у нас будут... Мы прямо сразу начали с хамсина. Ну да, очень жарко. Будет еще сначала что-то передать. Ну, сейчас прям хамсин, мне кажется. Это правда. Очень жарко. Неожиданно. Было холодно, потом стало очень жарко. И каждый год такая ерунда. С каждым годом все жарче еще, да? Не, но иногда бывает нормально. Несколько недель. Было нормально где-то три дня. И такой, о, кажется нормально. Потом такой, нет, кажется опять жарко. Но вроде на выходных уже, мы записываемся в среду, на выходных обещают, что будет опять нормально, будет 22-24 градуса. Будут еще три дня? Еще три дня. Еще три дня будет нормально? Да. А потом будет очень жарко. Кайф. Класс. Да. Про что мы сегодня могли говорить? У нас будут хорошие новости. И плохие новости. И плохие новости, как обычно в целом. Да, хороших. Ну, хорошие будут две. Одна точно хорошая, а вторая спорно. Ну, я считаю, что хорошая. У меня одна точно плохая, а вторая спорно. У меня безоценочно есть новости про щеглов, слонов и змей. Про космос немного, про всякие рекорды. И про один свиток Тора. Оу, да. Здорово. Еще ответим в конце на ваши вопросы. Ну, начнем с пятиминутки рефлексии. Лев, было тебе что-то интересное на этой неделе? Ну, я на этой неделе заплатил налоги и сплю спокойно, более-менее. Но бедно, да. Спокойно, да, но без кровати. Это крепкий, но голодный сон. Да, он самый. Не, на самом деле, да. Из-за того, что я позапрошлым году, получается, превысил лимиты минимального ИП, мне приходится раз в два месяца отчитываться о налогах, ну, о доходах и расходах. То есть, ты перешел в статус другого расширенного ИП? Да, я плачу НДС еще. И это страдание полное. То есть, платить НДС мне не нравится, но гораздо больше мне не нравится. Каждые два месяца отчитываться о доходах и расходах. То есть, ну, типа, я не успеваю постоянно. И вот я в очередной раз проканался. Не сдал доходы и расходы за ноябрь-декабрь, получается. Сейчас уже нужно сдавать за январь-февраль. И вот мне, в общем, звонит из НДС, из МААМа, куда я должен подавать отчеты. И меня прям, ну, это, ругает. Говорит, Лев, мы уже все посчитали, нам не хватает твоих денег. И, типа, того, говорит, Лев, мы тебя штрафуем, тебе это надо? Я говорю, не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Вот. Можно не штрафовать, они такие, ну, если спрашиваешь, что можно. Ну, по сути, так это и работает. Я помню, что мне пришел штраф на 30 тысяч, я пришел только, можно не платить на хейт, можно. И списали мне его, это было. Да и в подкасте даже рассказывал, это правда. Но, возможно, во второй раз они не такие благосклонные будут. Вот. Ну, короче. И я говорю, да-да-да, но это вопрос. Они злые, но щедрые, мне нравится. Ну, они злые, асты. Да просто, блин, если этот штраф тебе выписывать, это же им придется еще тебе всякие выписывать документы, чтобы ты заплатил штраф, так? Нет, они ничего, они так не делают, Маша. Они тебе просто блокируют деньги на счету и все, и вообще им плевать. Они тебе блокируют деньги на счету, и пока ты не придешь разбираться, вот тогда они такие, ну, окей, тогда мы там с нею что-нибудь. Ну, вот. И, короче, ну, это я сказал, да-да-да, сейчас я все сделаю. Я это сказал на прошлой неделе, а прошлой неделе у меня была просто жесть убийственная. Я там выступал в пятницу, у меня был корпоратив в понедельник. Короче, каждый день вечером вот эта штука, я прям чуть не сдол за неделю, прям я, ну, реально, не уставал. Ну, и вот в понедельник я более-менее оклемался и такой, все, сегодня я точно это все сделаю, иначе прям вообще никогда не сделаю. И вот я приехал на работу к восьми утра, два часа сидел, делал свои налоговые дела, потом восемь часов делал работу. А, и вот, и я такой думаю, ну, все, сейчас. И тут мне днем, вот я сижу на работе, сделав половину примерно отчета, мне звонит мой бухгалтер. Я думаю, ну, сейчас я ее порадую тем, что, ну, типа, что я почти все сделал, да. И она мне звонит и говорит, Лев, я прямо сейчас нахожусь в Моаме, в НДС, да, даю тебе, даю им трубку. И она просто дает трубку инспектору налоговому. И она меня так развалила, она просто такая, Лев, какого черта, где это, вот это? Я говорю, да блин, я не так что хотела бизнесом заниматься, я просто, я программист, я комик, только немножко. Надо бы сказать, я вообще не хотел этого, просто комики без инициативы, нихера сами сделать не могут, приходится за них сидеть, вообще не про это. Я не хочу ИП заводить, они меня заставили, у меня цель отдал, у меня цель отдал, управлять поездом. Ребята заводили ИП, я просто рядом стоял. Ну, короче, да, я, в общем, пытался, говорю, да блин, слушайте, я вообще, ну, типа, это все у меня хобби, это не бизнес. Они такие, Лев, у меня тоже не хобби, но штрафы выписываю по приколу. Это хобби, это не бизнес, это хобби, у меня есть нормальная работа, я такси вожу. Но она мне строго так говорит, Лев, типа, вы когда заводили бизнес, вы не знаете, какие у вас будут, ну, итхайвуйот эти, обязанности. Я говорю, ну, знал, но я не знал, что я буду насильно проканываться. Я думала, будет приколами. Да, и она такая, чтобы завтра утром все было у меня. И тут моя бухгалтерская такая, нет, я не успею, он завтра пришлет мне за два дня делать. Я говорю, ну, короче, в итоге договорились, что сделаем это вот. А ты смотрел фильм «Везде и сразу»? Да. Это реально очень похоже. Я надеюсь, что потом она не будет тебя избивать. Это правда. И носиться по мультивселенными, и бить этого все, каждый из них. Да, хотелось бы без этого обойтись. Да, и самое тупое еще после этого, что вечером, я в тот день, то есть вчера, получается, задержался на работе еще на два часа, чтобы все закончить, все доделать. И она пришла к тебе прямо в офис. И такая, Лев. Да, я на работе прямо в 12 часов с чем-то. Короче, я туда вышел утром, написал письмо бухгалтеру, типа, что вот все документы, все находы, все расходы. Короче, это. И вот утро следующего дня я выхожу на своей станции поезда, чтобы перейти в офис. Мне звонит бухгалтер и говорит, Лев, ты мне написал письмо, я прилагаю все документы и не приложил документы. И я такой, да блин. И я понимаю, что у меня ноутбук, на котором сидел я дома. И я, короче, ну я такой, окей. Просто сел в другой поезд обратно, поехал обратно. Потому что, ну типа, не было варианта. Блин. Вот. Ну, зато теперь вроде как все. Возможно, на мне висят какие-то штрафы, но я их сейчас буду отменять. То есть тоже как раз приходить и говорить, ребята, это хобби, это не бизнес. Ну типа, вот это все. Я просто шучу, приколы, а ваши приколы не смешные. Вообще не смешные. Ой, смешно. Блин, мне понравилось это, что ты забыл ноутбук и просто поехал домой. Я так в школе иногда делал, короче. Ну так получалось, что когда снег идет или там он тает и огромные лужи, я просто шел вдоль дороги, проезжала машина, полностью меня обливала водой. И я такой, ну у меня единственный пуховик. Он мокрый. Я пошел домой. Все. Примерно так. Но я потом на работу поехал обратно. А, серьезно? Ты обратно поехал? Я думал, с дома доработал уже. Да нет. Ну типа, я... Работать дома нет. У него цель, он же сказал тебе управлять поездом. И пока не пускает зарулит, просто старается как можно больше кататься в поезде. Он садится сразу за машинистом и подглядывает за ним. Перенимает опыт. Понял. Маша, какие у тебя были приколы? Да какая-то была снова неприкольная неделя, честно говоря. И я открыла в себе новые какие-то таланты. Ну как таланты? Я очень много тревожилась из-за возможной войны на севере. Очень смешно. Если этот выпуск выйдет, а уже начнется война на севере. Но мне кажется, впервые за очень долгое время, так-то я много тревожусь, но впервые за долгое время я смогла действительно конвертировать тревогу в какие-то практические вещи. Я записалась к врачам, которым давно откладывала. Ну можно попозже, можно попозже. Записалась в налоговую, чтобы оформить у нас обратные ситуации. Я хочу вернуть свои деньги. Записалась в налоговую. Ещё сделал ряд вещей, которые, ну, прям давно откладывала. Потому что, что если это последняя весна? Что если впереди последнее лето? И уже жарко. И уже сразу стало жарко. Да, хочу успеть вернуть свои деньги. Хочу успеть там сделать другие вещи. Ничего себе. Если что, буду сидеть в подвале здорово и красиво два месяца. Такой подход. Вот ещё получила сегодня посылку с вещами, которые заказывала. Там должны были быть штаны. Я открываю, я достаю штаны. Ну, я причём вижу там два тёмных пакета. Я думаю, наверное, это штаны. И угадала. А потом думаю, что же во втором тёмном пакете? Открываю его, а там вторые точно такие же штаны. Я думаю, господи, кто-то совершил невероятно тупую ошибку. Надеюсь, это был человек на складе. И я иду, и открываю свой заказ. И понимаю, что нет, человек на складе всё сделал. Абсолютно правильно. Это я заказала две одинаковых пары штанов. Каким-то образом заплатила за них. Буду теперь жить с этими штанами и со своей ошибкой. Вау, здорово. Ну, меньше стирки будет летом. Ну, как меньше? Ну, летом и штаны не особо нужны, честно говоря. Я ношу штаны летом. Хорошо. Тогда пригодится. Ты предпочитаешь юбки? У меня есть Килл, кстати. Но я носил его последний раз года три назад, мне кажется. Упущение. Да. Он шерстяной? Нет, он из вискозы. Вискоза называется? Ну, можно вообще носить летом. Да, его можно носить летом. Мои штаны тоже из вискозы. А, вау. Две пары. Ну, вам просто будто стало взять бутылку виски и бить висконсин. Чё, Максим, чего у тебя нового? Так, чтобы рассказать эту историю, мне нужно будет заменить некоторые слова, иначе YouTube нас забанит. Значит, когда я говорю слюр на букву П, вы понимаете, о каком слове я говорю. Таким оскорбляют людей из ЛГБТ. Так. И когда я говорю траханы, я имею в виду более жесткую форму этого слова. Ага. Значит, сижу я у себя дома под ями, играю в приставку, никого не трогаю. Из окна слышу крики. Ах ты, слюр на букву П, траханый! И я такой, что-что, простите? И я слышу, ах ты, слюр на букву П, траханый, сюда, иди! И я подхожу к окну, посмотреть, не меня ли это зовут, на всякий случай, убедиться. Там звали не меня, если что. Там стоит. Как ты это понял? И он сказал, да не ты, ты иди обратно играй. Там стоял огромный мужик. Как я говорю, огромный мужик, это вот если нас с тобой, Маша, примотать к Олегу. Вот примерно такого размера был мужик, он был лысый, ему было лет 40. И он просто смотрел в подъезд, и вот это орал. В твой? Нет, в соседний подъезд, ну как в доме, там несколько подъездов. И он орал, ах ты, слюр на букву П, траханый, иди сюда, быстро! И я такой думаю, вау, что начинается? И у меня всегда на улице куча соседей, которые постоянно что-то тусуются, орут, слушают музыку. Тут никого не было. Все или попрятались, или я не знаю, что. Все такие, я натурал. Да, это точно не меня. Гетеросексуал. И я, значит, я побежал в телефон, начал гуглить еще, как вызвать полицию, потому что я ни разу не вызвал в израиле полиции. Знаешь, какой номер телефона? 100? Да. А, вау, спасибо. В следующий раз мне не придется гуглить. И я, короче, и мужик снова такой, ты, слюр на букву П, траханый, сюда иди! И в этот момент из подъезда выходит 30-сантиметровая собачка. Он берет ее одной рукой вот так под мышку и просто уходит. Господи! И я такой, вау, что сейчас было вообще? Возможно, это ее кличка такая. Он просто хочет выделяться на собачьей площадке. И он такой, ах ты, слюр на букву П, траханый, иди сюда! Прикинь, 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 он не выбирал этого. Прикинь, у собаки реально так записано в свидетельстве о собачьем рождении. Ну, у собак же есть документы. И вот так вот кто-то назвал, а мужику... Поскольку собака породистая, он не может поменять имя там. Обязательно должно первое начинаться на букву П, а второе на букву Е. Такие правила. Возможно. Эти заводчики собака, они же сумасшедшие. Потому что да, у него один струн на букву Д. И так далее. На букву Д это как... Какое слово? Это которое как дилбич. Ну да, я это не обидел. Отличная история, Максим. Класс. Да хорошо, что мне не пришлось вмешиваться в нее. Да, прикольно, что это вызов полиция. Это было бы вау. Они такие, блин, че, ну реально, ну только я кличку уже... Нужно быть толерантнее, алло. Причем тебе пришлось объяснять, ты звонишь, когда они тебе говорят, объясните суть ситуации. Загруза тут слюр на букву П. Да-да. Так, что, у нас есть анонсы? Да. Во-первых, есть небольшая информационная рекламная интеграция. Вышло мое... Выдет, наверное, на момент выпуска подкаста, выйдет мое маленькое интервью в паблике радио Хамсин. Хамсин – это большой телеграм-канал и инстаграм, где они пишут новости, пишут события, разные штуки из литературы. Они пишут так душно, как на улице сейчас или нормально? Слушай, я не знаю, почему они так выбрали название, но там нормально пишут, более-менее, да. Хорошо. Что типа, ну, как бы интересно читать. Оттуда убрали всю воду. Да, сжато как будто бы, да. Да, я им реально... Они мне писали вопросы, я их написал ответы, они прям подсократились. Так что, да, засушили, как Хамсин. Да, вот. У них там новости, события, куски из литературы, всякие истории. Куски из литературы? Ну, в смысле... Они расчленили. Я не знаю, как сказать. Отрюпки, отрюпки из литературы. Какие-то исторические штуки. Куски из истории. Да, куски из истории. Так что ты там в интервью рассказывал? Я рассказывал о том, каково шутить во время войны. Вот такая тема была. Там буквально про это вышло интервью какого-то очень матерого чувака. Типа, и у меня в радио Хамсин. Если что. Мы спикеры. Да. На эту тему. Вот. Привожим ссылки на Телеграм, Инстаграм. Подпишитесь. Там, возможно, еще будут какие-то наши мероприятия. Мы с ними пытаемся. Навальный контакт. Партнерство. Да. Вот. Здорово. Это, да, это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, что очень клево прошел у меня концерт в Хайфе в прошлую пятницу. Круто. Спасибо огромное всем, кто пришел. Я прям сильно кайфанул. Там были новые люди или люди по второму разу пришли послушать? Ну, и те были. Они возненавидели ботаты спустя время. Да, наш друг Игорь Соколов, который принес мне ботат в подарок. Хорош. Игорь, хорош. Игорь, хорош, да. Вот. Но это еще не все, что я хотел сказать. Во-первых, спасибо. Во-вторых, этот концерт я наконец-то хочу записать. Для этого дела я снял зал 4 мая в Тель-Авиве. Вот. В большом достаточно зале. Для меня там будет 100 человек. Нужно будет продать 100 билетов. Для меня, ну, это будет челлендж. Там же вроде даже больше. Ну, там 111 мест. Да. Надеюсь на вас. Приходите, пожалуйста. Это программа «Почему я не найду ботаты?». Она старая, но смешная. Это вот все, что я написал за там первые три с половиной года в стендайфе, мне кажется. Тебе нужно нарисовать новую афишу, где, короче, у тебя в руке световой меч, но из него вылезает ботат. Потому что 4 мая, понял, да, день звезды, клоун. Да, да, да. Да, хорошо. Неплохо. Вот. И там будет еще Максим. Тоже выступает 4 мая. Это будет в Тель-Авиве. А у тебя какие отношения с ботатами, Максим? Мы не признаем друг друга. Халя. Вот. И 2 мая будет репетиция этого всего великолепия в Иерусалиме. В Баре Бессарабе, мне кажется. Так что вот 2 мая в Иерусалиме, 4 мая в Тель-Авиве. Я думаю, что на момент выпуска я уже сделаю ивент, поэтому будет, ну, типа, где можно будет забронировать себе место. Вот. Все. Вроде все. Супер, да. Приходите. Давай начнем с неприятной новости. Это про инцидент, который произошел вчера, мне кажется, да, во вторник или сегодня же? Нет, нет, или вчера, или позавчера вечером. Позавчера, мне кажется. Позавчера в понедельник, да, 1-го числа. Да. Грубо говоря, что случилось? Была атаковано гуманитарная колонна World Club Kitchen, так называется, сорян, я забыл. Я думаю, что ВЦК забыл какое-то второе слово на букву Си. Вот. Короче, это международная благотворительная организация, которая занимается проектами не только в ГАЗе. Они также, допустим, кормили... Central. World Central Kitchen, да. Это большая международная организация, да. Они занимались... Они кормили, грубо говоря, людей в Украине после нападения России. Они кормили людей в Израиле после нападения Хамаса. И в ГАЗе они тоже помогают. Это международная команда. И погибло 7 человек, 7 сотрудников World Central Kitchen, граждане Европы, Австралии, еще там, возможно, другие страны, просто не помню точно. Британии. Британии, ну да, да. И палестинский водитель машины. Да, да. Вот. И, ну, сразу было понятно, что это атака израильской армии, потому что никто там у него может атаковать таким образом ничего. Там просто видно даже было фото, где просто в машине было огромное пробойно. Да, причем там прямо на крыше машины лога этой гуманитарной организации, и их маршрут был согласован с Цахалом. Да. И эта история... Про крышу лога это не совсем валидный аргумент, потому что это было ночью. То есть там это бы не увидели. Их маршрут был согласован с Цахалом. Да. Вот. Цахал... Тут это само по себе очень грустная трагедия. Вот. Единственное, что может немножко приободрить, это достаточно адекватная реакция армии и правительства на эту трагедию. Обращение Нетаньяу было такое. Ну, бывают ошибки. Он не выразил даже соболезнования. Армия выразила. Армия и связались с родственниками, и это самое... И министр иностранных дел тоже, Исалий Катс, тоже принес извинения и сказал, что разберутся. Да. То, что Биби сказал, что бывают ошибки, так минимум... Но он признал, что это израильский... Признал ответственность. Признал ответственность, да. Вот. Это немало... Для дипломатии это немало, прямо скажем. Вот. Да, я хотел сказать, что армия, да, она сразу сказала, что будем разбираться. И да, это будет согласован. Ну, в итоге вот вышли первые... Поручили расследование не армии даже, а отдельной структуре, которая занимается расследованием армии. Выпустили первые какие-то заявления о том, что, да, маршрут был реально согласован. И что это была ошибка идентификации цели. То есть, грубо говоря, что... Короче, думали... Перепутали. Перепутали цель, да. Вот. Ну, и начали уже делать изменения в командовании, в системе командования, чтобы... Ну, грубо говоря, на уровне штаба дивизии... Если я правильно прочитал в статье, конечно, Давида Гендельмана, он писал, что на уровне штаба дивизии есть, вот, короче, отделение, которое занимается как раз координацией вот с гуманитарными... Ну, этими... С гуманитарными организациями, где маршруты, где что, какие цели и прочее. Ну, вот они... Такое ощущение, что они начали спускать ниже еще. То есть, чтобы ниже... Координация шла ниже, потому что дивизии... Это было много слишком, чтобы на уровне, там, более маленьких подразделений тоже были какие-то... Ну, офицеры, которые занимаются координацией, чтобы тоже они говорили и могли сказать, что это не та цель, которую нужно поражать. Вот, такие дела. И тут еще да. В смысле, ты имеешь в виду, что этот маршрут был согласован с... Ну, на каком-то высоком уровне в армии, но люди, которые запускают ракеты с дронов, не знали об этом? Ну, типа, что да, что да. Которые находятся ниже в армейской иерархии? Во-первых, мы сейчас этого не знаем, потому что идет расследование. Нет, просто вот то, что ты пересказываешь постгендельмана. Я бы решил, что если будет меньше... То есть, нижних этапах будут люди знать, то это уменьшит вероятность ошибки. Вот. Ну, грубо говоря, случилось это, да, что маршрут был согласован, но люди, которые занимались атакой этой, опознали цель неправильно, и не было никого, кто бы сказал, эй, алло, там в этом месте проходит гуманитарный маршрут. Вот что случилось. Вот что случилось из того, что я понял. То есть, и для того, чтобы это в будущем предотвратить, они будут, соответственно, менять систему командования и оповещения об гуманитарных конвоях. Вот. Тут хотел сказать, что еще World Central Kitchen – это такая достаточно важная организация, которую Израиль даже сам планировал, как говорят, как пишут СМИ, планировал на замену в опору. То есть, что вот вместо того, чтобы только коррумпированные ООНовские структуры, есть вот нормальная благотворительная организация, которая реально занимается помощью, реально занимается поддержкой и так далее. Потому что она внешне. Большинство организаций, многие организации, которые чем-то занимаются в Палестине гуманитарными инициативами, как БАПОР, они находятся внутри Палестины. А поскольку они находятся внутри Палестины, им очень сложно избежать влияния Хамаса. Да. Потому что Хамас – террористическая группировка. Он приходит, и ты ему не скажешь, нет, вот мы и так хотим. World Central Kitchen – они в Европе, они из Европы, и волонтеры их из Америки, и они, ну как… Основательники, конечно, из Америки. Там какой-то американский шеф ресторанов. Но неважно. Да, поэтому на них такие возлагались надежды. Ну да. Какая-то независимая сила. Но они приостановили свое действие сразу после этого случая в ГАЗе. Ну, тут вопрос продолжит они или нет. Это открытый вопрос, потому что сейчас будет расследование, будет результат расследования. Причем не только они. Мне кажется, там еще несколько… Да, я считал новостью, что еще несколько благотворительных организаций тоже приостановили пока свою работу. Да. Нет, ну с их точки зрения это логично, потому что им нужны гарантии, чтобы это не повторится, потому что они людей своих поставляют. Тут все понятно. Здесь мы возвращаемся к проблеме того, что как решать гуманитарный кризис в ГАЗе. Да. С одной стороны, у вас есть БПОР, который непонятно чем занимается, а с другой стороны, вот сейчас приостановили работу все внешние, так скажем, не заинтересованные в ХАМАСе или еще в чем-то организации, и кто будет сейчас разведеть гуманитаркой и заниматься. Как будто это не задача армии, наверное. Да, да. Посмотрим, что будет. Тут вариантов нет. Так, давайте тогда к следующей новости. Там, где попали, куда целились, скорее всего. Значит, в Дамаске, в столице Сирии. Там тоже попали, куда целились. Ну, возможно, не целились ни туда. Просто от радости никому не принесли. Блин, не знаю, меня очень расстроила эта история. Да, она ужасна на всех уровнях. Тут спорят нечего. Кухню. Да, да. Кухню, да. Ну, про Дамаску тоже, если честно, мало радости. Но история с волонтерами... Да. Да. Да, я тоже, я просто не знаю, что это, к сожалению, идет война. Понятно, что, в общем, если честно, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прямо ощутила, ну, вот это чувство, когда что-то происходит, и ты себя чувствуешь виноватым просто по... потому что здесь живешь, и такой у тебя паспорт. Прямо... Ладно, все, давайте поговорим про Дамаск. Пока от нас не написались еще несколько хранитов. Я шучу, что все нормально. На, значит, что же произошло в Дамаске. В Дамаске есть иранское консульство, и туда прилетела ракета. Как говорят сами иранцы, шесть ракет с F-35. Ну, неизвестно. Значит... Это самолет. Самолет, да. Смотри, прилетели туда ракеты. Израиль официально не взял на себя ответственность, но, короче, всем очевидно, что это Израиль. И, значит, там непонятно, кто погиб точно, потому что информация разнится, но, значит, по заявлениям... Нет, точно понятно, что погиб генерал, который руководил судово Иксиры в Ливане и в Сирии. Корпус из Традио-Исламской революции. Да, да. Вот, значит, центр по мониторингу в Сирии... По мониторингу аббревиатур, это я. И ударение. Погибло 11 человек, 8 иранцев, из них 7 членов Ксир, 3 члена Ливанской Хизбаллы и 2 сирийцев. Вот, то есть, да, там было несколько прям очень двинных генералов. Один из них, вот как Лев сказал, тот, кто занимался вообще всеми внешними операциями Ирана. Ну и что? А, значит, что вы ранее сказали? Что мы, естественно... Во-первых, начнем с того, что атака консульства считается объявлением войны. Ну так, типа, это считается, что... Ну, кстати, если было интересно, что... Это считается атакой страны. Ну да, да, да. Объявление войны это уже более... Да, да, да. Мне кажется, это про посольство. Консульство это другое. Ну да, но это... Ну, это считается территорией государства. Короче, если я правильно помню, что писали, что там, типа, было атаковано консульство, но в это время оно сейчас выполняет функции посольства, и поэтому, да, на него это распространяется. А, окей. И там причем подождали, типа, когда консул сам выйдет, то есть консула не было в здании, то есть они дождались, когда там будут только генералы. Да, в этом плане, кстати, меня приятно в этой истории удивило количество жертв, в плане, что консульство разнесено полностью, ну, то есть там в плане совсем. Но погибло вот эти девять человек. Одиннадцать. Одиннадцать? Написано, ну, одиннадцать. Одиннадцать человек, да, хорошо. Но, типа, как будто бы в работающем консульстве у тебя гораздо больше людей, в смысле, обычно. То есть, видимо, реально ждали, пока сотрудники по большей части уйдут, останутся эти генералы, то есть, да. Ну, плюс, возможно, что это заседание было не совсем открытым с генералами, и они специально делали это, когда консульство закрыто. Тоже верно. И, возможно, это еще повлияло. Значит, что иранцы заявляют, естественно, что они отомстят, вот. Но когда, не сказали, но это будет ощутимо, вот. И в момент, когда они захотят. Мне кажется, это прикольная вообще тема, которую скоро израильтяне должны взять на себя. Вот, например, ты подхватил сальмонеллу от продукции Штраус. И они такие, это не мы, это иранский ответ. Это точно не наша вина. Потом этот депутат от СМИ Юдит говорит, я не призывал к геноциду палестинцев. Это все иранцы подделали. Мне кажется, ну, типа, очень быстро к этому можно прийти. Короче, я что-то думаю, что иранский ответ, это, конечно, там, ой, страшно-страшно, но по факту мы и так воюем с Ираном. Ну, нужно признать, в смысле Иран, типа, он декларирует то, что он хочет уничтожить Израиль. То есть, нет такого, что он, ну, мы так, немножко вас пожурим. Нет, он прям, у него там шочек. Это хобби, на самом деле у меня нормальная работа, если мы таксуем, да, это наше уничтожение Израиля, это по приколу. Вот, нет, это не по приколу, да, они хотят уничтожить Израиля, они, правда, постоянно говорят. У них есть и прокси, у них есть Хамас, у них есть хуситы, у них есть... И прокси, и VPN, и все у них есть. Да, у них есть все. Вот, и Хизбалла, опять-таки. И, грубо говоря, блин, у меня в комментариях, мне пожурились то, что я часто говорю, грубо говоря. И получается. И ты стал в два раза чаще говорить. Правильно, назло. Вот, грубо говоря, и получается, постараюсь изжить это из себя. Мягко скажем. Мягко выражаясь, можно так сказать. Хотел сказать, что они не могут начать войну, потому что мы уже воюем. То есть, ну, в плане, это как знаешь, если вот сейчас Украина атаковала Россию, и Россия такая, ну, ух, мы сейчас покажем. А видно, что они уже, ну, вот уже два года типа воюют. То есть, ну, как бы странно, что вы там покажете? Вот, с Ираном похожая примерно история. Ты что, думаешь, они не могут эскалировать? Могут. Они могут эскалировать. Да, могут эскалировать. Но они могли эскалировать и раньше. И это им, как бы... Да, но раньше Израиль не наносил такой удар по ним. Ну, в смысле, это игра, в которую двое играют. Это правда, но обычно ты, смотри, если ты с кем-то дерешься, и у тебя есть шанс предоставить, ну, шанс нанести ему урон, ты ему наносишь урон. Грубо говоря, ты атакуешь, когда тебе выгодно, как Хамас. Хамасу, от того, когда им выгодно, нанес жуткий урон совершенно. То есть, ну, они действовали из логики войны, скажем так. Реагировать в ответ на... Ну, то есть, эскалировать ответ на реакцию... Ну, это не драка. Это не драка. Я видела твит недавно и забыла, чей. И там, в общем, блин, мне кажется, что это был Дима, у которого канал про помидоры, но я не уверена. И он рассказывал, как ему давным-давным-давно в школе, когда они были, значит, детьми, ему написал одноклассник, не просто написал сообщение, пошел нафиг. А это у них только появились телефоны. Он ему пошел, написал в ответ, пошел нахрен. Вот этот он написал в ответ, пошел нахер. Ну, в общем, и Дима, я почти уверена, да, слово за слово написал, пошел. Мы не произносим это слово в подкасте. Вот, и тот мальчик, в общем, заплакал и пожаловался родителям. В общем, когда конфликт эскалируется немножко с обеих сторон, я такой вывод делаю из этой истории. В какой-то момент кто-то плачет и бежит к родителям. Ну, в смысле... Да. Есть какой-то момент, когда... Да, согласен. Согласен. Мне не нравится этот вывод, но... Мне тоже не нравится. Ну, то есть, мы в ситуации такой, что... Что ничего не нравится. Ничего не нравится, да. Знаешь, давайте я. Человек, которому, возможно, нравится. Ну, давай. Так. Я пришел к такому выводу, что война с прокси обречена на провал. Так. Вот к чему. Есть условные хуситы, которые бездомные в тапках с ракетами, рушат экономику и угрожают там западному... Причем больше всего Египта. В том числе. Ну, и европейскую тоже, и Израилю. Ну, то есть, они по чуть-чуть всем гадят. Да. Победить их невозможно, потому что им плевать на, собственно, население. Хуситам плевать на население Йемена. Там была огромная операция, где было много погибших, там нищета. Им насрать абсолютно. Им плевать. Поэтому западные ценности... Запад не может просто взять, как, не знаю, как россияне бомбили Алеппо или Мариуполь, просто стереть со земли весь Йемен. Да. Так не получится. Да. Мы не можем это сделать. Никак. И получается, что хуситы побеждают, потому что ты не можешь их победить. Они просто будут тебе постоянно подсирать. Почему они могут подсирать? Потому что у них есть страна-патрон, которая, значит, дает им вот это оружие. Даже такое примитивное, как у них есть. Это Иран. Да. Поэтому мне кажется, что мы не сможем победить ни Хамас полностью, ни Хизбалу, пока у них, значит, есть покровители, которые будут давать им деньги, пока есть вот эти всратые режимы, такие как режим Айатолл в Иране, как путинский режим, как еще остальные Северной Кореи, которые будут, значит, поставлять оружие, помогать, делать все возможное, чтобы, значит, вот эти вот чуваки просто из-под тяжка стреляли, которым нечего терять по большей части. Да, Марсин, договорились. Продолжительный мир и войну. В этом подкасте. Я не говорю про третью мир и войну. Просто я теперь возвращаюсь, когда я говорил про Бенни Морриса, который тогда еще говорил полгода назад «Давайте бомбить Иран», и я такой «Бенни-Моррис», я сейчас такой «Бенни-Моррис, ты, кажется, ну, понимал, к чему идет», потому что пока, ну, типа… А ну, а как Бенни Моррис? Это известный историк, который такой был… Известная история, которая написала очень много книг, которые сейчас преподают в истории, историю Израиля и палестинно-израильского конфликта, который такой достаточно левый, но вот он во время войны вышел и говорит, давайте бомбить Иран, самое время. И тогда мне было забавно, сейчас уже не забавно. И я такой, блин, возможно, но это мой чистовывод, такая моя диванная аналитика, что если не как раз не надавить на Иран, не сверху режим, не начать войну именно с Ираном, то это все будет бесполезно. И все, в конце концов, это просто, либо это урон, с которым ты соглашаешься, условно у меня будет гнить треть урожая, я ничего с этим не буду делать, вот такая судьба у меня. Либо ты начинаешь бомбить каларских жуков, ну в плане того, что спасти урожай, не знаю, или что-то сделать. Потому что мне кажется, хуситов не победить, никого не победить, нужно прямо... Ну да, ну то есть смотри, ну да. Как будто бы хуситы меньше угрозы, меньшая проблема, скажем так, чем тот факт, что люди полгода не могут вернуться на север, 100 тысяч человек эвакуированы. Я вот об этом же, что мы не сможем отрешить эту проблему, пока мы не решим проблему Ирана, мы не сможем решить проблему Хизбаллы. Потому что у Хизбаллы есть оружие, которое предоставляет Иран, и те генералы, которые инструктируют Хизбаллу, и они проводят им тренинги. Это все от Ирана идет. Если у них не будет Ирана, у них будет гораздо меньше силы, и это будет гораздо меньше ущерба, они смогут нанести. Но это моя такая диван аналитика, я не знаю, что я не буду. Нет, тут она... Правильно. Проблема, что тут для войны с Ираном в плане Израиля, мне кажется, вряд ли есть силы. В том плане, что, ну, дело не в силах, а дело в том, что мы находимся физически очень далеко. И у них с нами, с этим есть проблемы, и у нас с этим есть проблемы. Вот, поэтому конкретно с маршем на Иран есть некоторые вопросы. Не, но танками мы, понятно, не заедем туда. Ну, а все остальное, видишь, как хусит, хусит ими не работает. Ты можешь бомбить их, но им пофигу, у них тапки. Просто закон... Вот, что ли? Тапки, тапки. Ну, как Максим говорит, что они в тапках, им пофигу. Ну, типа, ну, что у них нет нифига. И ты им бомбишь их, ну, им не важно. Ну, они просто прячутся, условно, там, в своих пещерах или где-то в песках, закопались и все. Ну, и что ты им сделаешь? Ну, у тебя нет инструментов, которыми ты можешь уничтожить террористов. Все, они просто снимают одежду, они смешиваются с 40-миллионным населением, и ты ничего не можешь делать, ты не можешь лагеря делать и фильтровать их там, это не сработает. Да, и не знаю, короче. Ну, слушай, давай, давай, я... Сейчас я последнее скажу. Что мне кажется, что закончится все тем, что Иран, в конце концов, обогатит достаточное количество урана, у них будет ядерное оружие, и все, и мы ничего в итоге не сделаем, и все закончится. Окей, приведу другой сценарий, не факт, что реализуем, который реализуется, но, ну, грубо говоря, похоже, ситуация чуть менее горячая была с Советским Союзом, который тоже спонсировал всю херню, которая происходила в мире, какую мог, то есть там в Азии, в Европе... Так, нет, давай будем честны, половину херни спонсировал Советский Союз, вторую половину Соединенные Штаты Америки, это была игра, в которую играли двое. Договорились, двое играли в эту игру, да, но Советский Союз свою половину херни спонсировал, скажем так. Вот, сейчас у нас что? Так, а штаты свою? Но, скажем так, большая часть половины херни, которую спонсировали Штаты, они чувствуют себя сейчас гораздо лучше, чем та половина, которую спонсировал Советский Союз. Да, я как раз хотел сказать, что Советский Союз перестал спонсировать свои половины штуки, и Штаты тоже перестали поддерживать в таком количестве этих самых, так называемых, своих сукинов сынов. То есть, ниже вот этого понятия было, которое ввело, я не помню, кто это был, который сукин сын, но наш сукин сын там, я не помню, про кого даже это было. Ну, типа, что диктатор... Я думаю, это называется сателлит. Ну, типа, нет, диктатор, да, убивает своих жителей, но он, типа, не с Советами, а с нами, поэтому... Отто фон Бисмарк или Дрисон Стетхэм. Да, это из них, короче, да. Вот, отто фон Стетхэм. Короче, да, я к тому, что Союз распался, и эти люди перестали получать поддержку, Штаты свои перестали, тоже своих дуриков перестали поддерживать. В итоге, вот сейчас снова это вернулось в меньшем масштабе, мне кажется, как будто бы. То есть, сейчас нет такого, что половина там, половина здесь. Нет, есть вот несколько стран говняков, и у них есть некоторое количество сателлитов говняков, короче. То есть, и вполне возможно, что в какой-то момент они лопнут просто, ну, надорвутся. Так в том-то и дело, чтобы они лопнули, сначала должны лопнуть те, кто экспансирует. Нет, я говорю, что Путин и Иран, они вполне могут лопнуть, у них ситуация не сахарная в плане экономики и всего такого. Ну, я к тому, что... Не знаю, Северная Корея вот не лопнула, видишь? Ну, она как раз не экспансивна. Ну, это тоже правда. Она, типа, очень узконаправленно гадит, скажем так. Ну, гадит, конечно, да, жесть. Но сейчас они, вон, помогают России, например. Это правда. Но тоже, опять-таки, видишь, они сами не на кого нападали. Они вот Россия нападали, они такие, ну, окей, мы поможем немножко там с снарядами. То есть, но сами они пока вроде нет. Ну, а в чем будет проблема? Иран тоже не на кого не нападает, просто помогает снарядами. Нет, Иран нормально, как раз, Иран как раз нормально нападает в плане, Северная Корея не спонсирует по всему миру там всякие ячейки, там, прокси и прочее. То есть, ну, так что возможно, что тактика вот США и Западного мира, грубо говоря, что мы переступаем в прямую войну, стараемся их удавить экономически и так далее. То есть, вот она, может быть, сработает, может быть, нет, ну, тут ничего не говорю. Просто говорю, что есть два варианта. Или развалится, как Союз, этот блок говны и павак, или придется воевать. Или просто мы будем страдать все эти годы, потому что нет никакого решения. Это точно. Это стоп-долф. Я просто скажу, что я надеюсь, что я успею сгонять в отпуск и вернуться. Да, у нас есть тоже такая... Такой рубеж планирования, Горезон. Это мой план пока. У нас тоже такой план, причем отпуск через неделю даже нет. Честно говоря, первый план — просто дожить до отпуска. Да. Потом будет следующий план. Выражение про сукиного сына. Народная молва приписывает Франклин Рузвельту. Но проверенные медиа проверили. Так. Знаете про проверенные медиа? Да, конечно. Они там всякую шляпу. Очень классный проект. Да, они проверяют всякие слухи и прямо это делают хорошо и очень подробно. Вот. Говорят, что это неверная атрибуция цитаты. И что в первый раз за 70 лет до 1939 года появилось это в газете. И очень много раз звучало это выражение. Зачитаю, значит, сначала «Великий негодяй». На протяжении последующих десятилетий эту фразу использовали неоднократно, лишь заменяя характеристику. Вместо сукиного сына выражение фигурировали мерзавец, подлец и даже ублюдок класса А. Это ублюдок класса А, но это наше ублюдок класса А. Это ублюдок класса Лоукостер. Но я думаю, что это первоклассное ублюдок, я думаю, у нас в виду. Ну да. Ну ладно, хорошо. Возможно, эту фразу не говорил. Ложный Рузвельт. Да, но я имею в виду, что это все равно была часть их политики, в плане, что мы поддерживаем любого негодяя против Союза. То есть, условно, типа, у нас есть Саудовская Аравия, где, значит, расчленяют оппозиционеров. Но США такие, блин, ну сейчас у нас есть враги похуже. Это правда. Так, поэтому Саудовская Аравия пока наше бро. Потом, возможно, когда победят остальные, они такие, Саудовская Аравия, вы нам больше не бро. Ну, не знаю. Это правда. К сожалению, дело такое. Ну что же, Димана аналитика закончилась. Да, да. Блин, на диване как будто бы комфортно себя следует чувствовать. Я не чувствовала себя комфортно последние 20 минут вообще. Нет, не было. Вернемся к проблемам внутри Израиля. Там началась эскалация, но в протестах против Биби, насколько я понимаю. Да. Во-первых, вчера был очень-очень большой протест против Биби. Мне кажется, там сотни, десятки тысяч человек были. Мне кажется, люди, по-моему, они объявили, что они последние вот эту неделю будут бастовать именно в Иерусалиме. Там где-то, где заседают, значит, возле Кнессета. И вроде там где-то... Началось все с воскресенья. Причем воскресенье прямо довольно рано днем. Но в 12 дня, мне кажется, начались протесты. Да. Были протесты против Биби и за сделку по освобождению заложников, которые в итоге выросли как бы с порядком около резиденции премьер-министра. Где, кстати, мне кажется, всего не было даже. Вот. И в итоге протестующие прорвали линию полицейских кордон и прорвались к резиденции. Ну, там вроде ничего они там такого не сделали, но ситуация была такая жесткая, что там в это время происходило съездание кабинета военного, и там выступал глава Шабака, нашей внутренней службы безопасности. В этой резиденции? Нет, на этом седании. В итоге он покинул встречу, чтобы заниматься этой ситуацией, короче. Вот. Это первое, что было. Второе, то, что сегодня Кнезд уходил на каникулы, на полтора месяца, то, что мы говорили в прошлый раз. И тоже протестующие прорвались в здание Кнездета, и там замазали желтой краской, символом похищенных, ну, символов этой истории, замазали желтой краской вход в Кнездет. Вот, такие дела. Кадры довольно-таки буйные, жуткие, ну, в плане там прям это. Но, опять-таки, это не штурм Капитолия, да. То есть, они просто, ну, влезли и измазали краской, скажем так. Вот. То есть, это чисто такая... Что сказал Кнездет? Им нужно еще две недели, чтобы отремонтировать, поэтому каникулы продлят? Интересно было бы. Нет, Кнезд спокойно ушел на каникулы. Как я и говорил, с одной стороны, да, но с другой стороны будет тише. Вот. Прошло полгода, да, почти? Буйны? Буйны с момента 7 октября. Да. Вот, что, типа, ну, и полгода люди находятся в заложниках. Да. Полгода заложники находятся в газе. И поэтому у людей, ну, как это, кипит все сильнее и сильнее. Да. Вот, и это выплескивается в то, что начинали, значит, агрессивнее стали перекрывать дороги, нарушать общественный порядок, вот, чтобы привлечь к этому вниманию. Значит, я читал только заголовок Биби, значит, в очередной раз он сказал, что свержение правительства, значит, полностью, это, значит, проигрыш в войне. Не, он сказал, что это, кстати, было смешно, потому что Биби сказал, что выборы сейчас это лучший подарок Сенуару, потому что политическую, как его, политическую... Нестабильность. Чего? Нестабильность. Ну, да, что нестабильность, пробились несколько месяцев, там, три или шесть, там, три или четыре месяца минимум точно у нас будет, не будет правительства и прочего, вот. И что-то Либерману вот это сказал, что там, что-то, короче, тоже лучший подарок Сенуару. То есть он, я забыл, к сожалению, переначал у Сова полностью и говорит, что, типа, ну, такое правительство и такие протесты, это лучший подарок Сенуару, короче, то есть, ну, типа, в таком духе. То есть, что и так плохо, и так плохо. Прямо мне кажется, что от Биби даже требовали, по большому счету, хотя бы назначить дату перевыборов. То есть, он мог бы сказать, типа, ну, окей, давайте... Ну, да, Гедеон Сарпи вложил ему назначить дату выборов на январь, на следующий. Ну, да. То есть, что вот еще год, и потом мы делаем перевыборы. Но пока отказались. Это какой-то, это был бы какой-то компромисс, мне кажется. Я согласен, да, я согласен. Ну, просто логично, на самом деле, что после такого провала, людям хотелось бы снова понять вообще, кто будет руля и прочее. Так сказать, перезагрузку власти сделать. Ну, некоторые, да, потому что явно есть некоторые вопросики. Аргументы тех, кто выступает против, тоже понятны. У нас куча людей сейчас призваны, и поэтому странно устраивать выборы. При этом, кстати, тут их аргумент истачивается тем, что мы, ну, грубо говоря, Израиль не начинает штурм Рафиаха. И количество военных в Газе уменьшается. То есть, там сейчас сильно меньше людей, чем было в начале, грубо говоря. То есть, аргумент про то, что там у нас полстраны в армии, он уже не такой. То есть, у нас не полстраны в армии. Вот. Но то, что будет 3-4 месяца непонятно чего, и правительство вместо того, чтобы заниматься управлением, будет заниматься выборами, это тоже правда. Вот. Но я согласен с тобой и с Гидионом Саром в этом плане, что назначение даты выборов через год, грубо говоря, это было бы неким компромиссом и успокоило бы немножко людей. Веришь ли ты в теорию, что Биби, значит, продолжает войну, чтобы сохранить власть, и он, значит, и начнет, может начать войну с Ираном прямую, вот чтобы, значит, не допустить перевыборов и там развал правительства? Стоп, верю. Причем, мне кажется, он вполне может это делать, при этом считая внутри себя, что он, ну, единственный, кто удерживает эту страну от краха. Я думаю, что все-таки у нас Израиль управляется не одним Биби, даже вот эти военные решения принимаются кабинетом, и поэтому, может быть, Биби внутри себя, если бы он был один, как бы, и вот он был бы один диктатор, и у него был бы вопрос, типа, или теряя власть, или начиная войну с Ираном. То, может быть, он бы начал войну с Ираном, но я все-таки думаю, что текущая система принятия решений не позволит начать войну с Ираном без одобрения вот этого кабинета, как минимум, без, ну, короче, к счастью, у нас не один Биби, есть распределенное принятие решений, и там очень много людей военных в этом кабинете, которые принимают решения, исходя из военной ситуации, то есть, типа, ну... Да, я полностью согласен с Ираном, мне кажется тоже, что это немножко преувеличение, потому что, опять же, очень много есть людей, которые принимают решения, и эти люди постоянно сливают все в прессу, то есть, если бы, ну, такое было, я думаю, что у нас бы была куча уже сливов, вот, а пока... Ну, то есть, понятно, да, что там были претензии к Биби, когда он не переходил к следующему этапу операции в Газе, мы рассказывали про то, что выходили, значит, люди из кабинета как раз, которые принимают решения по поводу войны, и говорили, что, значит, нам нужно сделать то-то, 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 и сейчас мы как будто к этому перешли как раз, вот, поэтому я думаю, что если бы происходило что-то такое, что Биби там начинал бы какие-то там подковерные штуки нести, я думал, мы бы тоже в прессе услышали про это. Да, ну и, кстати, еще тут вопрос, на самом деле, в сделке, в плане вот в требованиях пойти на сделку с Хамас, на самом деле, опять-таки, есть информация тоже, ну, это все информация не очень официальная, то есть, это говорят официальные лица США там и в Израиле не названные, то есть, это тоже такие сливы источников о том, что Израиль смягчил позицию по переговорам, то есть, грубо говоря, что мы готовы, то есть, там, ну, переговоры идут вокруг перемирия там или мира в Газе вокруг низких параметров, то есть, например, какой срок этого перемирия, какое количество заключенных Израиль отпустит взамен на какое количество заложников, какое количество жителей Газа Израиль позволит вернуться в северную часть, как эти люди будут проверяться перед возвращением, то есть, ну, грубо говоря, то есть, Израиль хочет, чтобы вернулись мирные жители в северную часть Газы, но чтобы туда не вернулись боевики Хамаса, поэтому мы готовы устроить там некоторую фильтрацию, чтобы проверять каждого, там, не несет ли он оружие, не входит ли он в базы данных, ну, цехала, что это боевики Хамаса и так далее. И вот вокруг этих параметров идет торговля. И последние новости были, что Израиль согласился больше заключенных отпустить в обмен на заложников и больше людей вернуть на север. Но не отказываются от требований фильтрации людей, не отказываются от требований, чтобы перемирие имело срок 6 недель, грубо говоря. То есть, что на временной перемирии мы готовы, на остановку военных действий и фиксирование ситуации не готовы. Потому что тогда Хамас останется у власти в Газе, что будет для нас поражением в войне. И в таком духе. То есть, так что тут какой-то вопрос про сделка сейчас. Что за сделка? То есть, если Хамас не готов на это идти, во-первых, то есть, да. Хамас, то есть, по сути, я так скажу, что в плане, что я очень понимаю людей, которые участвуют в протестах, очень сочувствую всем, кто родственники жертв похищенных. То есть, у них полгода просто ад полный. Вот. И сентимент, я прекрасно понимаю, давайте договоримся. Но проблема, что, ну, не только Израиль не договороспособный в плане. Хамас тоже не договороспособный совершенно полностью. Для всех к тому, что вот они дают на кабинет, и вот, по слухам, кабинет сдался. Ну, как-то же, сдался. Ну, типа, пошел на уступки, смягчил позицию Израиль. То есть, был момент, что Нетаньяху и военный кабинет, получается, отозвал переговорщиков из Каира. Да, вот это была одна из претензий. Вернули их в Каир с расширенными полномочиями. Окей. И в сделке все еще нет. И все говорят, что Хамас не хочет на нее идти. Ну, то есть, что мы здесь можем сделать? Ну, вот, то, что они начинают операцию в России, это дает мне такой легкий оптимизм по поводу того, что, значит, переговоры идут, и они к чему-то двигаются. Ну, то есть, идут друг другу навстречу, как мне кажется. Вот. Были кадры про больницу Шифу, где как раз наш на севере, насколько я понимаю, находится. Да, там зачищали уже ее. Да, и они ее зачищали, потом туда каким-то образом вернулись опять боевики, видимо, через туннели. И как-то очень просто они туда вернулись вообще без всяких туннелей. Хамас, ой, Цахал, по сути, он же вывел очень много войск из северной части. Там почти, ну, там мало жителей осталось. И не нужно там столько армии держать, поэтому они просто оставили там какое-то количество там баз, ну и все, типа ушли. Остальные резервисты все ушли. И Хамас туда просто вернулся. Он не то, что там по туннелям, они просто вернулись. Ну, как будто вы зачислили территорию, они такие, ладно, мы снова тут. Так нет, ну, проблема же в том, что, ну, я как раз просто раз говорю, что Хамас, когда он уходит, он уходит, в смысле он просто, ну, когда Хамасник уходит, он снимает автомат, становится жителем газа. И вот у тебя закончилось, ну, это не значит, что все жители газа и Хамасники, но имеется в виду, что Хамасники под них мимикрируют вот легко. И в итоге у тебя закончились военные действия, Хамасники такие снова взяли автомат и пошли, снова стали Хамасниками. То есть вот-вот, то есть как бы вот все. Ну да, и в итоге, значит, больницу полностью, мне кажется, ее разрушили, там она просто стоит все черная. И понятно, что она уже ни к чему не... Ну да, армия заявила, что ни один врач, ни один пациент не пострадали, их оттуда убрали. Но больница полностью задержали там, мне кажется, тысячу Хамасников там в сумме. Там что-то 300 уничтоженных боевиков, 500 задержанных, там тысячу еще чего-то. Там цифры, конечно, какие-то невероятные, но фотографии, конечно, очень ужасные. Да, фотографии прям, да, ужасные. Ну, больницы, да, больницы, все. Вот, тоже, как сказал Давид Гондельман, типа, что Хамас решил, что ЦАХАО не вернется туда полностью. И снова оборудовали больницу как штаб, но ЦАХАО такой, а окей, хорошо, пришли, всех задержали там. Взяли и командиров, и много разных документов, разведанных информации и прочее. Так, давай перейдем к хорошей новости, наконец-то. Итак, про информационную войну, которую Израиль регулярно проигрывает, значит, по словам паникеров и анонимных телеграм-каналов, естественно. Да и немножко по нашим, если бы вы послушали нас за последним. Нет, ну, мы просто, ну, типа, критиковали людей, которые... Нет, мы просто говорим, мы просто пересказываем паникеров. Да, это, кстати, правда. Сами не паникуем, просто сидим здесь, каменные лица, железные нервы, холодные сердца. Значит, Гарвард, наверное, Гарвард Харрис называется, организация, которая провела опрос среди американцев по поводу поддержки Израиля. Угадайте, сколько процентов американцев поддерживает Израиль? 55, а ты можешь? 60. Вы вообще такие пессимисты. 79 процентов американцев поддерживает Израиль. 66 процентов опрошенных согласны с утверждением, что Израиль старается избегать жертв среди мирного населения. Ты хочешь добавить? Да, мой вопрос был поддерживает Израиль. В смысле, соглашается, что Израиль имеет право на существование или считает, что Израиль имеет право продолжать войну в Газе? Поддерживает в этом конфликте. А сколько людей они опросили? Насколько диверсифицированы у них сэмпулы? Сейчас, хорошо, давай я поищу эту информацию. Там много разбивок по возрастам. Сейчас я пытаюсь найти какие-то цифры. Я просто как раз читала, я прошу прощения, что я порчу плохую новость, пока ты еще расскажу. Читала где-то, да, что порчу хорошую читала где-то, что как раз довольно много, чем старше люди, тем чаще они поддерживают Израиль. И чем младше люди, тем чаще у них пропалестинские и прямо очень сильно антиизраильские взгляды. И там был вывод в конце, такое предположение, опасение, что возможно через 50 лет у Израиля просто вообще никаких не останется союзников. Но при этом есть такая вероятность, согласитесь, что люди, когда взрослеют, они провеют часто. Чем старше в целом человек, как будто бы часто, тем больше у него консервативные взгляды. С каждой налоговой декларацией. А, в смысле, отменить налоги, да, есть такое. Нет, ну, объяснение обычно такое, что когда у человека появляется что терять, там, квартиры, машины и так далее, тогда он становится консерватором. Это не факт, что сработает с нашим поколением, потому что будет для нас какая-то недвижимость и в целом возможность что-то потерять, кроме там своих трех футболок с любимой группой. Так, Маша, что за недвижимость? Они будут освобождены, и Хамас будет убран от власти в секторе газа. Вот, то есть это показывает, что все вот эти вот 11%, 21% поддерживающих палестинцев, они все в Твиттере. Это все 21% пользователей Твиттера. Вот, потому что в Твиттере, если ты почитаешь, там просто все как будто все поддерживают Палестину. Но разница в том, что в Твиттере сидят не только американцы, да. Это вопрос среди американцев. Но это очень обнадеживающе для меня, потому что Америка наш самый главный союзник. У нас как Израиля, потому что наши патроны еще не все в Америке, вот. Но, да, Америка наш главный союзник Израиля, и большинство людей поддерживают Израиль. Так что я думаю, что поддержка Америки, она продолжится. Несмотря на там на критику Нитаниагу и в целом текущей власти в Израиле. Да. Вот такие хорошие новости. Маше, кажется, не обрадована. Маш, ну в Америке все хорошо. Если уезжать, то в Америку. Там попроще. Там люди будут нормально относиться. Я бы не хотела уезжать в страну, которая лидирует по шутингам в школе в мире. Да. Ну и все остальные. Нет, не знаю. Это редфлаг, но это все еще меньше редфлагов, чем в Твиттере. В Твиттер тоже не хочется уезжать еще меньше, чем в Америке. Блин, да, ужасный переезд в Твиттер. Отвратительно. Нет, пожалуйста. Ладно, Маш, какие у тебя новости? Ну, порадуй нас своими новостями. Давайте я попробую. Так, значит, первая новость. Начнем с щеглов. Причем я когда прочитала, у меня было легкое дежавю, потому что заголовок звучит так. Полиция арестовала наркоторговцев и любителей певчих птиц. Так. И, значит, трое жителей восточного Иерусалима, да. Прости, прочитал у тебя заголовок в новости сначала, и там микрофон закрывает слово птиц. И поэтому прочитала, полиция арестовала наркоторговцев и любителей певчих. Думаю, что? Ну, это священники явно, явно. Нет, это явно священники православные. Окей, православный певчих. Значит, это трое жителей восточного Иерусалима. Ну, я не знаю. Да, да, да. В правильной вселенной может быть и такая новость. Ага. Проевропейские такие, давайте будем пользоваться метафорами или просто словами. Да не, они настолько курили, вот, я понял, они настолько курили, короче, что у них был такой дым, что они подумали, что, возможно, в какой-то момент дыма в комнате будет больше, чем кислорода, и нам нужны птички, как в шахте. Когда мы, когда... Канарейки. Да, когда они начнут умирать, нам точно нужно будет выходить на улицу. Закончили? Да. Солидный запас наркотиков – это 850 таблеток экстази. Оу. Достаточно, звучит солидно. Звучит солидно, да. И гашиш. И гашиш. Солидно. Да, солидно. Винтовки М16, магазины к ним, бутылки с зажигательной смесью и нескольких клеток со щеглами. А говорят, что, ну, типа, марихуана, ну, ладно, тут гашиш, что он не влечет к насилию. Да. А то люди на всякий случай затарились. Одни щеглы украли других щеглов. В общем, прибыли сотрудники управления природой и парков, забрали щеглов. Щеглы будут проинспектированы и отпущены обратно в дикую природу. А другие трое щеглов взяты под стражу. И вы помните, была такая история? Нет, там, по-моему, там как будто бы человек и наркотиками торговал, и щеглами, и древностями тоже. Но щеглы тоже, по-моему, фигурировали однажды в такой истории. Там было птицы нашли, да, у чувака. Я помню, да, ты рассказывал. Ну, человек крутится. Я чувствую, что я упускаю... Какой-то паттерн есть. Да, есть. Я чувствую, что я упускаю, возможно, испечать, пошутить про роман Донни Тарт, но я так и не смогла его прочесть. Он называется Щегол. Может быть, кто-то прочел и сможет пошутить в комментариях. Я слышал, что он очень длинный, да. Он очень длинный, это вот такая книга. Но я несколько раз начинала и... Блин, я думаю, что, возможно, «Любители птиц» — это есть какой-то форум «Любители птиц», и там на самом деле подпольно торгуют с наркотиками и оружием, и они просто маскируются. И там просто и птицы ходят такие с косяком, такие с винтовкой на плеча. Скоро, Маша, к тебе обратится полиция, и они такие, нам нужно внедрить агента. Форум «Птиц». Ты знаешь, достаточно много названий «Птиц». Славкой было, бро, да. Это будет мой позывной. Так, значит, продолжаем с новостями про животных. Новость в том, что змеи просыпаются. Это в целом происходит каждый год. Для меня было новое, что они спали, допустим. Ну, змеи поспали, выспались. Не знаю, так ли хорошо они спали, как ты, после того, как заполнил налоговую декларацию. Но зимой змеи спят. Вот, и была первая волна жара, первый хамсин, и змеи проснулись. И, ну, просто следует... Сушняк разбудил их. Да. И следует всем напомнить, что, ну, если увидели змею, не нужно подходить к змее, не нужно приставать к змее, не нужно ничего делать со змеей, нужно очень медленно отойти. Блин, ну мы же в Израиле, возможно, не ждут, когда змея предложит им яблоко. А с чего ты, кстати, взял, что это было яблоко? Это было не яблоко. Я воспитан православной традицией. Ну, прикол про яблоко не из православной традиции, он из католической традиции. Он из докатолической традиции. Ну, православие тоже им пользуются, ладно. Прошу прощения, мы просто, я готовила с детьми квиз про еду в Танахе. Вот, и, ну, они там какие-то вопросы придумали, но какие-то я придумала, не смогла удержаться. Вот, и дело в том, что нет, не написано нигде в Библии, что это яблоко. Плод древа опознания. Ребят, я точно знаю. Да, это просто плод. Я точно знаю, что это ботат. Ботаты, как известно, на деревьях растут. Да. Ботат, что там на деревьях, это точно дьявольский фрукт или овощ. Это фрукт, абсолютно точно. В нем есть змеи. В общем, было решено, было принято, принято решение, что это яблоко, потому что яблоко на латыни будет малус, а зло на латыни тоже будет малус. И латиняне решили, ну, явно все неспроста. Так, возвращаясь к змеям. Значит, не нужно подходить к змеям. Некоторые из них ядовитые. Есть 9 видов ядовитых змей. Змеи, как правило, боятся вас больше, чем вы боитесь их, поэтому просто отстаньте от змей. Вот, но если увидели змею, то можно позвонить в службу 106 или вызвать сертифицированного, лицензированного змеилова, если вдруг у вас есть под рукой телефон. Вот, но если укусила змея, сразу нужно вызвать скорую, вообще без какого-либо промедления. При этом забавно, я прочитала эту новость на одном англоязычном сайте и на одном русскоязычном сайте. И на русскоязычном сайте было написано «По возможности сфотографируйте змею», чтобы было, ну, легче издентифицировать. Чтобы осталось фото на память. Вот. А на англоязычном сайте написано «Не надо тратить время на фотографии». Не занимайтесь фотографируемым змеям, вы можете сделать хуже. Ну, типа, отойдите от змеи и вызовите скорую. Вот, поэтому выбирайте сами, живите, как знаете. Живите, как русский или как американец. Одну змею сломаете, другую потеряете. Так, ну и, наконец, новость про слонов. Yes. Я зачитаю вам заголовок новости, он фантастический. Он звучит так. «Древняя Галилея – родина слонов». Всё, движемся дальше. Наш слон. Да, значит, вышло... Так, нужно делать, получается, закон о возвращении слонов, чтобы они репатриировали на родную землю. Ой, была же новость какая-то... Про Америку. Кто-то в чат её про какую-то африканскую страну. Бургун... Почему не хочется сказать Бургунди? В общем, там... Нет, Бургунди, не, да. Ну, там на Бур начинался, мне кажется, начиналось имя... Нет, начиналось имя президента или кто-то. Значит, там я просто перескажу, как я помню эту новость. На Бур начинается слово Бурут, невежество. Это то, что происходит сейчас здесь. Мне кажется, Бургунди страна называется. Ладно, есть такая в Африке страна на Бурунди. Ладно, хорошо. Значит, короче, я перескажу новость. Она верифицирована на 60%, как, в принципе, и всё здесь. Значит, в ООН хотят ввести, значит, запрет на охоту на слонов, чтобы их нельзя было отстреливать. И в итоге, значит, мне кажется, президент вот этой страны, возможно, это Бургунди, возможно, нет. Я вспомнил, это Бурундучия Затуленко. Спасибо, Лев. Ты наш кандидат в ООН. От нашей страны хуже не будет. Будешь главным деколонизатором. Да, да, да. Значит, он сказал, типа, чуваки, если вы такие умные, давайте мы отправим вам слонов, потому что там в стране 130 тысяч слонов. И они говорят, что эти слоны, они портят землю. И, короче, приносят очень много проблемам. И поэтому они у них... Это буквально это страна, которая экспортирует слонов во все зоопарки и заповедники. Они как раз вот продают слонов, дарят слонов другим странам, потому что у них их слишком много, и они делают какое-то там контролированное... Блин, это получается... Президент Ботсваны. А, Ботсваны. В Магвейт Симасейсе предложил отправить в Германию 20 тысяч слонов. Да. После этого, значит, древил. Получается, он предложил в Германии купить слона. Выходит, вряд ли он купит обратно потом их. Значит, усилия по сохранению диких животных приводят только к обнищанию ботсванцев и к росту численности слонов, а охота помогала держать их под контролем. Третья в мире страна по численности слонов, и они, власти Ботсваны, подарили 8 тысяч слонов Анголе, предлагали сотни слонов Мозамбику, и, в общем, мы бы с удовольствием сделали такой подарок и Германии, сказал президент, подчеркнув, что он не шутит и не примет «нет» в качестве ответа. Он умеет продавать. Да. Ну, что я могу сказать? Подкидывать. Самое время брать слонов. Так вот, ну погодите, давайте вернемся к доисторическим слонам. Новость моя, не про Ботсвану, про нашу землю, про Галилею. Значит, археологическое исследование ученых из Толиевского университета, они выяснили, что здесь, в Галилее, жили слоны, на этих слонов охотились Homo erectus, это человек прям ходящий, если я не ошибаюсь, полмиллиона лет назад. Значит, были... Вопрос, на который они ответили, был такой, что есть месторождения, разработанные кремния, которые вот они почему-то есть в одном месте, прямо вот здесь древние люди добывали... Кремень или кремень? Так, кремень, мне кажется. Одно из двух? Да. Кремень, я думаю. Я тоже думаю, кремень. Ну, или кремень. В общем, здесь древние люди добывали кремень, а в трёхстах метрах туда почему-то не добывали. И это долгое время было загадкой, а потом выяснилось, что вот этот маршрут, вдоль которого они добывали кремень, это место, где ходили слоны. Потому что у слонов есть один... Слоны не могут ходить, куда хотят, к сожалению, потому что им нужно пить очень много воды. Ну да, это ферзи могут ходить, куда хотят. Это правда. Сейчас все, с какого цвета слон. Поэтому слоны ходили исключительно вдоль источников воды, а древние люди ходили за слонами, потому что не было у них холодильников, и не было способа хранить как-то мясо. И своих идей у них тоже не было. Они повторяли за слонами. Да, слоны были тренд-сеттерами во время палеолита. И то есть нужно было убить слона, и очень быстро вот там же сделать себе очевидно этот кремниевый топор, и разделать слона, отгоняя от него всех конкурентов, которым тоже хотелось бы слона. Вот такая история. Трясающая история. Значит, дальше у меня есть новости при рекорде, и потом будут новости науки. Новости при рекорде такие. Значит, у нас появляются новые рекорды пассажиров в аэропорту. Это несложно, потому что в аэропорту очень долго не было вообще никаких пассажиров из-за войны, а теперь они премного появляются, еще и праздники. И новость звучит так. В Израиле побит пассажирский рекорд благодаря 14 рейсам в необычное место. Ваше предположение, господа? Из терминала 3 в терминал 1. Куда все летит? Какое необычное место. Ну, в Батслане очевидно. Возможно. Нет. Так. Почти, почти, почти. Значит, одна из причин такого большого числа путешествующих ежегодные религиозные мероприятия, которые в скором времени пройдут в польском городе Лежайск. Я так хочу поехать в польский город Лежайск. Ну, чё, Маш, у тебя будет свой Лежайск во Финах. Я хочу лежать. Да, туда направляются тысячи хасидов. Специально для них пущены 14 чартерных рейсов. Вот, значит, больше всего летают, кроме Польши, во Францию, Штаты и Грецию, Эмиратики, Кипра, Италию, Германию, Грузию и Швейцарию. А больше, по-моему, никуда и нельзя. Вот, в преддверии Песоха ещё, наверное, будет расти пассажиропоток. Следующий рекорд такой, такой, что Тель-Авив, Тель-Авивский музей, вошёл в список лучших музеев мира. Так. По какому параметру? По кондиционированию? Кстати, это наверняка. По количеству посетителей. То есть лучший, получается, самый посещаемый. Он занял 75-е место в списке 100 самых популярных музеев. Причём в этом списке он в него входит уже шестой или седьмой год. Но в этом году ещё и нужно иметь в виду, что была война, и два месяца он не работал. Хотя, по-моему, работал как в бомбоубежище. Они такие, во, как раз ты на это саме рекорд думаешь. Там приятного тысячи людей. Может быть, не знаю. Да что-то уже было. Или когда начались... Нет, или когда... Короче, что-то было особенное с ним этой осенью. Я забыла, что не могу вспомнить. В общем, да, почти миллион человек посетил его за 2023 год. В год 906 350 человек. Из них, я думаю, 50 раз там была Маша Маллах. Да, стоп-доподобно. Кстати, Маша Маллах в Нисвалепту. Она же водит как раз по музеям, по галереям. Возможно, это тоже... Да, Маша Маллах водит экскурсии, арт-прогулки. Арт-прогулки, да. Значит, теперь переходим к новостям технологий. Блин, я думал, что это будут новости техно. Ну, хочешь, принеси новости техно. Просто сначала нужен солидный запас наркотиков. Так, и что там по технологиям? Ну, к сожалению, и некоторое количество щеглов. Нет, я так понял, что щеглы сами появляются. Много наркотиков. Щеглы получаются сами как-то. Особенно, если в древности еще какие-то есть, щеглы просто самозарождаются. Значит, израильский стартап разработал приложение, которое называется Let's Top. Оно уже почти-почти доступно в приложениях. В общем, там, где доступны приложения. Это приложение, которое дает тебе бонусы и подарки и пряники за то, что ты не смотришь в телефон, когда ты за рулем машины. Вау. Да, идея потрясающая. Там у него множество разных способов сделать твою жизнь приятнее. Просто за то, что ты не переписываешься с друзьями, пока ты за рулем. И, да, значит, человек, который придумал, Альмог Ниссан, у него такая история. Он два года назад получил очень серьезную травму спины, когда в него врезался человек, который ехал на красный. Это был полицейский под прикрытием. В общем, так, Альмогу Ниссану. Он решил что-то хорошее вынести из этой ситуации и разработал это. Погоди, а кто вы, полицейский? Альмог или чувак, который ехал? Чувак, который ехал. Чувак, который ехал. Альмог получил травму спины и разработал приложение. Он пытался внедриться в людей, которые отвлекаются, начали порно время езды. И настолько успешно внедрился. Вау. Получается, да. Значит, это приложение, ты в нем, там есть разные способы, ты можешь получать... Извините, получается, полицейского под прикрытием раскрыли, когда он врезался. Он думал, что он настолько незаметен, что он проскочит. Ладно. Получается так. Здоровье Альмога, как минимум, да. Во-первых. Во-вторых, успеха, потому что идея классная. То есть, как я понимаю, это работает так. У него авторы приложения заключают партнерские соглашения с разными бизнесами. И, ну, бизнес, очевидно, получают хороший пиар. А люди, которые пользуются приложением, получают какие-то бонусы от этих бизнесов. То есть, они получают или ваучер, которыми можно воспользоваться в разных местах. Там фастфуд, не фастфуд, что-то еще. Там потрясающе написано в статье фастфуд и все другие бизнесы, которые вы только можете представить. А я после этого никаких и не могу представить, кроме фастфуда. На то и рассчитано. Реально. Главное, например, представить какой-нибудь бизнес, я представляю все, кроме фастфуда. А тут спасибо, что добавили фастфуда отдельно. Да. Значит, и ваучеры, и покупки. И просто кэшем можно выводить эти деньги. И, значит, они пишут, что если ты не подписываешься на это приложение, пользуешься бесплатной версией, ты можешь получать 20 долларов в месяц таким образом. А если ты подпишешься на платную версию и будешь платить 5 долларов в месяц, то ты сможешь получать 45 долларов. Не спрашивайте, я цитирую. Блин, интересно. Еще любопытно, что оно и можно пользоваться и в машине, и на скутере, и на электровелике, и на обычном велосипеде. И как бы ты начинаешь поездку, начинаешь двигаться, включаешь это приложение, и оно, получается, не дает тебе открыть никакие другие приложения, или прерывается, когда ты открываешь другие приложения, и заканчивает работать, когда ты останавливаешься. Как и мне интересно работать с навигаторами. Да, это вопрос. Ну, я думаю, что они лежат. Я думаю, навигаторы можно. Ну, очень часто навигаторы не встроены в компьютер, который в машине находится, и там можно навигатор включить. Ну, да. Короче, ладно. Плюс еще есть же, допустим, есть всякие приложения для концентрации, которые вот, я люблю то, в котором ты деревья растишь, ты начинаешь растить дерево 40 минут, и если ты откроешь какое-то приложение, кроме разрешенных, в эти 40 минут твое дерево умрет. Мне помогает. Да, просто Маша такая, не хватает давления в жизни, еще и дерево. Да, а потом оно в конце тебе говорит, это приложение десяти своим друзьям, или умрет твоя мать. Дерево умрет. Там все не так. Но это похоже на приложение, про которое ты рассказывала, про уборку, кажется, где надо было убирать мусор, и тоже получать за это баллы и бонусы, которые можно было потом обменять. Интересно, как там у них дела. Напишите, я помню, кто-то пользовался, напишите в комментариях, если вы заработали свой первый миллион на чужих окурках. Так, последняя новость про технологии и предпоследняя вообще заключается в том, что начинает уже тоже почти начал работать другой стартап израильский, который называется Replanting, как, ну, сажание снова. Значит, они придумали вендинговый аппарат, такой автомат, в котором обычно можно купить чипсы, да, или Кока-Колу. Вот, но это автомат, который выращивает зелень. Там внутри него в маленькой капсуле выращивается, они растят, ну, они растят всё, что зелена. Там всякие салаты, тимьян, мяту, петрушку. Всё то, что в магазине обычно лежит в холодильнике и очень быстро портится. И тебе нужно очень быстро продавать, и потом выкидывается множество этой зелени. В общем, оно прямо внутри этой вендинговой машины растёт. Там всё супер просчитано-рассчитано, маленькая капсула, как кофейная, в которой вырастает этот качан салата или этот тимьян, пучок тимьяна. И там ему подаётся капель эквады, ровно столько, сколько ему надо, чтобы вырасти. И есть камера с AI, которая решает, когда он готов, и можно подойти. И вот прям как ты покупаешь чипсы, так купить себе качан салата. И он будет прямо суперсвежий, потому что он всё это время рос. Просто ещё одно место, где я не буду покупать салат. Клево. Он врёт, он покупает довольно много салата. То, что ты всем рассказала. Мы ждём визинговый аппарат с бататом, чтобы Олег к нему точно не подходил. Да, вот таких новостей я пока не видела. Хорошо. Так, наконец, последняя новость заключается в том, что дописан свиток Торы, который начал писать президент Украины Владимир Зеленский. И закончил его президент Израиля Ицхак Герцог. Значит, ну в целом есть такая... Ну как, свитки Торы, которые хранятся в синагоге и используются в синагоге. Они все пишутся от руки. Этим занимаются песцы. Это непростой труд. Люди специально учатся. И он занимает, мне кажется, в целом не меньше года, минимум год, переписать свиток Торы. Вот. И есть такая традиция, когда какому-то в качестве почести какому-то человеку предлагается вписать букву. Вот. И это такая Тора. Этим свитком будут пользоваться прихожане синагоги Бейт Менахем в Киеве. Инициатором написания свитка был киевский раввин Янатан Маркович. И да, первый бук написал Зеленский. Последнюю букву написал Герцог. В смысле президент. В смысле президент Герцог. И еще многие другие люди вписали там буквы. Семья Бейлинах, которая репатриировалась из Украины. И Зина Бейлина погибла 7 октября в здоровье во время нападения Хамаса. Были другие семьи погибших похищенных. Еврейские солдаты украинской армии. Главные раввины Израиля. Получился такой свиток солидарности, которого коснулись... Читают невозможно, но очень клево. Но хочется поплакать. Нет, ну там разные буквы. Просто представляешь, что... Рандомные буквы, да. Нет, дадешь, у тебя слово написано. Там каждая букву писал другой человек. То есть, что это написано? Я думаю, очень интересно, как это происходит. Мне кажется, что люди, к которым выпадает такая почесть, они должны там пройти какой-то мини-курс по написанию этой конкретной буквы. Потому что если в свитке Тора кто-то допускает ошибку, он отправляется на помойку и пишется новый свиток Тора. Нужно идеально написать эту букву, а не так, как сказал Лев. Вот. Поэтому получилось такой... То есть он дописан два года спустя и вместил в себя, получается, все горе и всю солидарность двух войн. Ну, получается, да, с автографами в каком-то смысле. Хорошая новость. Теперь в целом можно заканчивать обе войны? Да, пожалуйста. Давайте все. Давайте закончим на этом обе войны. Да, вот хотелось бы. Да. Спасибо, Маш. На каких условиях, Лев? На каких условиях, если просто заканчиваете войну? На условиях того, чтобы всем хорошим людям было хорошо, а всем плохим людям было плохо. Ой, Маш, мы сейчас еще потратим неделю выяснить, кто тут хороший. Всем хорошим хорошо, всем плохим тоже хорошо. Всем плохим по заслугам. Но после того, к нему будет репарация хорошая. Но после ГААГи. Да. Ладно. Спасибо всем большое патронам, которые нас поддерживают на Патреоне. У нас там осталось... И патронессом. И патронессом. Да. Да. Вот. И мы числам наркобороны, Максиму Катцу тоже... Огромное спасибо. Так, у нас есть... Вопросы в форме были? Да, вопрос был в форме, на который мы вряд ли сейчас сможем ответить нормально. Но давайте пробуем. Нам написала наша зрительница Катя, которая живет во Франции, но оригинально из Израиля. И Катя очень гнетут пропалестинские демонстрации. Коллеги все, как будто в окружении... Нас тоже. Как будто все в окружении пропалестинские. И постепенно французы тоже становятся сильно пропалестинскими. Буду верить в все это и штуки. Спросила, есть ли у нас ролик, где мы по полочкам раскладываем все происходящее. Тут нет ролика, во-первых. Во-вторых, Катя, если вы мне напишите в личку в Телеграме, то я постараюсь вам накидать. Ну, в плане, если будут более конкретные вопросы, то есть у меня, допустим, есть в Твиттере пара тредов, у меня есть в тексте эти, где именно история региона, почему, в чем конфликт вообще, как это вышло, то есть и так далее. Там все более-менее так написано. Я старался беспристрастно, ну, вот у меня такая... Я пытался показать обе стороны, где арабы утверждают, что они правы, где евреи утверждают, что они правы и так далее. Вот. А если именно по этой войне, то есть 7 октября, какая-то разбора дезинформации и прочего, то такого нету. Но если вы мне напишите, то я постараюсь вам найти что-нибудь... Потому что точно делали разные СМИ. Есть СМИ Мизуза, которая как раз пыталась бороться с фейками, делала много материалов. И другие русские СМИ более классические, то есть Мизуза Телеграм-канал в основном, то есть вот тоже делали разное. То есть я вам подберу. Если вам нужно, то напишите просто мне личку в Телеграме, я вам подберу. Моя личка есть в моем канале, ссылка на которой есть в описании. Все так. Все, больше нет вопросов. Да, второе просто написано. Не рассказывайте про него, но я вам рассказал бы полгода. Секретный вопрос. Да, вопрос. Вот. Да, спасибо всем, кто оставляет комментарии в Ютубе. Очень приятно их читать. Было очень много классных, смешных комментариев. Слышать сишка из уст Маши бесценно. Ой, я очень люблю это слово. Она такая сишка. Сишка, сишка. Одна из потерь человека, бросившего курить, что все меньше поводов говорить это слово. Но я справляюсь. И потрясающий комментарий, который пользовался с ником Нюша. Ваш выпуск как сама жизнь. Все перемешано. Радость, печаль, юмор, тревога, ирония, политика, школы, потери, собаки, гнифы, были, грифы, марихуана, клонирование, африканская славка, школа, бог, завуч по буллингу, пурим, костюмы, война, мир и еще и еще много всего. И много смеха для меня самое ценное сейчас. Спасибо. Спасибо, очень хороший. Спасибо вам за этот подписывающий комментарий. Я теперь хотел попросить Аксиверону зачитать это, как на баттле. Птица славка. Буллинг. Просто список птиц в целом. Да, было неплохо. Отлично. Так, что еще? Наш подкаст уходит в отпуск на две недели. Вернее, мы уходим на две недели в отпуск. Так что не теряйтесь. Мы вернемся. Надеемся, что все будет хорошо. Разберемся там по ходу. Держитесь. Держитесь вы и с будущего. Пока уже. Пока.